Привет, друзья! Ну вот и новое открытие. Я генератор творчества. И вас потом постепенно научу этой же технологии. Сейчас я её в новой-новой книге, которую уже редактирую, там поставил. Ну, вообще-то, вообще-то, я вам немножко сейчас просто в общих мазках, как художник, такими большими мазками, просто суть объясню. Суть простая. Мы все привыкли преодолевать страх. Да, страх и нас с детства учат, держи себе в руках и так далее. На самом деле, как раз-таки на самопреодоление уходит больше всего энергии. А страх это на самом деле, если посмотреть, как правильно посмотреть, как я вам подскажу, как посмотреть, это добро. Страх, стресс, это добро. Всё зависит от того, как посмотреть. Это же напряжение. Это колоссальное напряжение. Это же колоссальная энергия. Там такой мощный потенциал для творчества. А когда мы попадаем в страх, мы скукоживаемся, цепенеем, там инстинкт самосохранения, бей, беги, бой, там, там, чё ты хайся, тарелка упала, ты, ах, чёрт возьми, сердце схватило, ах, оцепенел. Это инстинктивное реагирование. И нам приходится преодолевать страх. И мы с детства этому учимся. Через это мы и стареем, и болеем. Вот оно что. Почему? Всё подчинено закону сохранения энергии в природе. Потому что высокое напряжение как раз-таки больше всего энергии, когда ты его преодолеваешь. Представьте себе, у вас высокое напряжение, это вулкан такой, это страх, паника. А вы ещё усилием воли себя преодолеваете, как нас учат стандартным способом делать. Так вот, там же и затрачивается энергия. А её же надо использовать, если знать как. Вот так просто теоретически знать, этого недостаточно. Потому что нейросети, они работают по-другому немножко. Там нужен навык. Навык автоматически срабатываемый, точно так же, как инстинкты автоматически рефлекторно срабатывают. Навык. Вот ты чашку уронил, или сердце оцепенел, или там неприятность какая случилась. Страх же, он бессознательный тоже есть. Ты думаешь, что у тебя страха нету, когда неопределённость появляется. А как же, ты напрягаешься, или ты в гости пришёл, первый раз с человеком разговариваешь. Ты напрягаешься, у тебя страх, ты просто не понимаешь этого. Иногда страх очень яркий, тогда ты понимаешь. А под порогу и страх, ты не понимаешь, не отдаёшь себе в этом отчёт, почему ты скован, напряжённо. А потом чай попил, адаптировался, оклемался, как говорят люди. И так, а потом у тебя нормальные отношения, беседа или экзамен сдал, и потом всё хорошо, задним умом крепки. Потому что адаптировался. Вот здесь уже ты освободился. Так вот, чтобы ты мог в момент отцепенения, в момент страха, знать, что надо делать. А именно знание – это сила. Знание, наука, саморегуляция – это сила. Да, поэтому не пишите мне там больше про религию, про другие методы. Ни в каком методе мира этого нет. Там этот секрет не раскрыт. Ну, потому что я же автор метода. Ну, как это может быть? Где-то в другом месте. Да нету этого нигде. Это большое научное открытие. Потому что оно даёт гарантированный результат. А наука чем отличается? От эзотерики, религии, от всего. Да, что в тех же условиях тот же алгоритм даёт тот же результат. Гарантированный результат. Поэтому я, например, умею. Вот когда страх у меня возникает, какой-то от неожиданности. Вот я как вебинар, вчера ликбез, как я проводил. Ничего не работает. А люди ждут. Вот у меня напряжение. А сразу выскакивает радость. Как хорошо. Этот страх, что чего-то не получится. Или двойку получит там где-то человек. Или кто-то о чём о нём подумает. Это же страх. Это же напряжение. И человек пытается себя подавить. А я нет. Я обрадовался этому. Потому что я прошёл по своей технологии. И вас потом научу. Через ноль. Через ноль прошёл. И воспитал у себя новый навык. Как только когда-то появляется страх, у меня появляется радость. То есть другое отношение сформировано. Вот так нейросети работают. Когда навык есть. Тогда на любой раздражитель. Условный, безусловный. Но страх возникает другая ответная рефлекторная автоматическая реакция. Появляется радость. А какая радость? Что после этого страха. После этого приступа напряжения. Все другие задачи, которые ты пытался решить, будут решаться лучше. Вот оно же как проверяется по результату, друзья. А я так и делаю. И поэтому я каждый раз новый контент создаю. Новый приём создаю. И это всё распространяется по интернету. Да-да-да. Теперь люди будут знать хотя бы о том, что митохондрии, которые вырабатывают энергию, они стареют. Это же зависит от генетики человека конкретного. Энергия, как говорится, она в принципе вечная. На самом деле для конкретного человека ограниченная способность митохондрии вырабатывать энергию. И когда у человека страха, энергия больше всего там расходуется. А ещё и преодоление страха ещё больше расходуется. И поэтому человек стареет. Болеет. Да. А я открыл секрет омоложения, чтобы человек меньше старел. Но вы на меня посмотрите. Вы же сами удивляетесь всё время. Откуда у меня столько энергии? При том, что я тяжеленный инвалид. Такого найти ещё невозможно. С перерезанной шеей. Там пластина титановая. Мелопатия. Пример. Я личный пример. Пользуюсь своей технологией. И вас научу. Будет страх какой-то. Вот по тёмной улице идёте. Там где-то гамбом, что-то кто-то стреляет. Взрывы там чего-то такое. Особенно для военных. Да. А не раз этот страх в кайф. И сразу рождаются идеи. Потому что это такой потенциал творческий. Если знать, как это делать. Я эту новую книгу, которую сейчас уже редактирую. Ну, часть этого написал. Но уже эта часть даёт новое понимание вещей. Да, новое понимание. Это очень здорово, друзья. Да. Итак. Итак. Ну, ну, вы видите, что страх – это добро. Это мощнейший потенциал. Если знаешь, как этим правильно пользоваться. Если знаешь, как делать разгрузку, перезагрузку с формированием нового каналака, нового навыка и так далее. Этого нигде нет. И поэтому я счастлив, что я это открыл. И вас, участники школы «Человек будущего», поздравляю. Если бы не вы, я бы не натолкнулся на эту мощь. Да, потому что мы общаемся. У нас есть такой хороший диалог. Особенно те, которые мне пишут комменты, вопросы задают. Они мне помогают развиваться. Так, как и я вам. До встречи. Продолжение следует.